Андрей Юрьевич, путевочку за сегодняшний день. Особое внимание в рейде сотрудники ГИБДД уделяют грузовому и пассажирскому транспорту. Полицейские не только проверяют документы, но и салоны автобусов и маршруток. Водители ездят непропорядочные, добросовестно относятся к своим служебным обязанностям. А есть, которые злоупотребляют этим, стараются по максимуму автобус, грубо говоря, забить пассажирами. Да, час пик, все торопятся, всем надо. Были у нас дорожно-транспортные происшествия, переворачивались автобусы. То есть, сами понимаете, там будет куча малая и много-много пострадавших. Поэтому стараемся, чтобы все водители-пассажиры находились в салоне, сидели на своих местах и стоячих пассажиров не было. Водители грузовых машин госавтоинспектора проверяют наличие диагностических карт, страховых полисов, документов на груз. Вместе с инспекторами ГИБДД в рейд отправились и сотрудники Государственного дорожного надзора по Самарской области. Характерными нарушениями является неподключение транспортных средств к спутнику инновационной системе «Реглонас». Также сейчас у нас есть такой момент, как заполнение путевых листов. С 1 сентября этого года вступили требования, новые требования. Путевая документация должна быть указана снилась водителя. Это обязательное требование, на что перевозчики забывают обращать внимание. До обеда сотрудники госавтоинспекции и госдорнадзора работали на одной из самых загруженных улиц областного центра – Новосадовой. Вечером они сменят локацию. Такие рейды в городе проводятся регулярно, и они уже принесли результат. Компании-перевозчики привели в порядок техническое состояние транспорта. Также в Самаре снизилось количество дорожно-транспортных происшествий. Светлана Тимофеева, Петр Паломеев. События. Редактор субтитров А.Семкин